Привет, друзья! Меня зовут Богдан, и сейчас я вам покажу свою комнату в нашей шикарной киевской квартире. Пойдем. Так, ну что, комната большая. В первую очередь бросается, конечно же, в глаза кровать. Вот у нас стена с моими работами. Я фотограф. И на этой стене фотографии, не скажу, что самые лучшие, но такие, которые больше всего задевали меня за душу. То есть, в основном это были или же студийные фотографии, или фотографии, которые были сделаны внезапно. Вот, например, обычная студийная фотография. Моя работа этого парня, по-моему, зовут Витя. Вот этого парня, по-моему, точно зовут Антон. Это мы фотографировали с ними, со всеми в одной тематике. Они хотели, это офисные работники, они хотели себе сделать нестандартную фотографию, нестандартную фотосессию. И вот, как бы, мне пришло в голову сделать их так на фоне обычных стен, не крашенных, никаких, никакого специального фона. Просто обычная серая стена. И, ребята, кто как захотел. Кто захотел в офисной работе, вот, например, видите, кто захотел просто в спортивной кофте, как Антон. Вот, девочка, я их тоже не помню, как зовут, к сожалению, но вот. Девочка захотела сделать фотографию-эмоцию. Вот ей фотография-эмоция, я даже дорисовал тут потом в фотошопе знаки вопроса, чтобы полностью была дополнена ее эмоция в лице, еще какими-то знаками вокруг. Так, дальше вот тоже, это, к сожалению, не моя пока что работа в плане фотографии, но это моя работа в плане дизайна. То есть, я выбрал фотографию Нью-Йорка, города, в котором я хочу жить, города, в котором я хочу творить в будущем, куда стремлюсь и ради чего развиваюсь вообще. Эта фотография Нью-Йорка, я ее поделил на несколько сегментов, скажем так, такую мозаику определенную сделал. И изначально я знал то, что она, я увидел только эту комнату, изначально я знал, что я себе повешу ее у изголовья кровати. И она будет у меня, ну, скажем так, во сне символизировать, даже во сне символизировать мою глобальную мечту и над головой висеть. И я буду всегда о ней помнить и буду помнить, ради чего я здесь и куда, в общем-то, это в конечном счете должно меня привести. Вот такой вот Нью-Йорк, красивый город. Что еще? Я спортсмен, я занимаюсь спортом. Конечно, основную, скажем так, основную часть времени по спорту я занимаюсь в зале, но и в комнате у меня иногда, там, для утренней разминки, зарядки, есть гантельки небольшие, есть большая гиря. Вот, гиря это такая для особых случаев, если надо очень быстро, очень быстро размяться, очень быстро, например, когда девочка тебе приходит, тебе надо, хочется, скажем так, быть в форме в лучшей, ты сразу начинаешь, чтобы тебе кровью поналивало мышцы и так оно и происходит, в крови наливаются мышцы. Да, касательно девочек, я не люблю однообразие в сексе, поэтому у меня есть разные приспособления, вот, например, вот, например, даже этот стул, он тоже приходился не раз к случаю и, ну, больше, конечно, приходится к случаю вот эта штука, вот такая вот, но это я больше использую чаще в прелюдии, скорее, чем в самом процессе, непосредственно прелюди тоже иногда используют эту штучку, ring for sex называется, то есть непосредственно после этого звоночка обязательно должен быть секс, да, и если уж фантазия совсем не работает, я кидаю кости, на которых написано на одно место, где это будет происходить, то есть тут вот стол, стул, комод, кровать, пол, что еще, душ, ну, то есть на любой вкус и цвет, а здесь поза, тут прямо нарисовано, ничего не написано, то есть ничего вдумать не надо, просто повторяй, по сути, и выбирай место, где ты будешь это делать, стол и вот такая поза, но этим сейчас мы заниматься не будем. Так, ну и куча журналов, да, несмотря на то, что сейчас все пользуются интернетом, читают все в интернете, я как-то в этом плане больше, наверное, консерватор, мне нравится читать журналы, у меня куча журналов о фитнесе, куча журналов про то, как поддерживать себя в правильной форме, плюс журналы по фотографии, вот разные, журналы с, оп, копеечка выпала, наверное, прятал на черный день, журналы о фотографиях о разных красивых видах, странах и, конечно же, журналы, вот, я не знаю, можно ли нам показывать такое, если посмотреть дети, но на самом деле ничего такого нет, но обычные журналы, в интернете дети могут увидеть и похлеще, поэтому я считаю, что здесь журналы, это еще, в общем-то, как бы это ни звучало, но детские виды, по сравнению с тем, что можно увидеть в интернете. Что ж, это, пожалуй, а нет, наверное, еще, да, еще одну вещь покажу, но на самом деле я не хотел ее показывать, почему, потому что сейчас уже не та погода, но вот в отличную погоду, в летний день, тут открывается прекрасный вид, особенно с террасы, особенно, если учитывать то, что можно выйти без проблем с моей комнаты прямо на террасу. Очень классный вид вечером, мы с ребятами, бывает, собираемся, у нас есть мангал, включаем красивые фонари, включаем каждый в свое обаяние по максимуму, нарубываем, каждый включает свой талант, не знаю, шеф-повара, и кто-то готовит то, что ему нравится, я чаще всего готовлю мясо, помню не один вечер, когда мы сидели, мясо, вино, кальян, душевные разговоры, все это, конечно же, сближает, и все это очень приятно, что ты находишься в такой атмосфере, и как раз в этот момент ты пытаешься его зафиксировать, и даже, ну вот как-то почему-то мне в голову ни разу не приходило взять камеру и все-таки зафиксировать, я фиксировал в голове, но, тем не менее, закрывая глаза, я тоже могу вспомнить этот момент, и он меня, безусловно, радует. Ну что, ребята, в принципе, это все, вы увидели, как я живу в этой комнате, не буду вам рассказывать о всяких мелочах, типа лампах, одежде, у каждого есть в комнате лампа и одежда, но не у каждого есть фотографии, и не у каждого на стене есть его мечта всей жизни. О своих я вам рассказал, поэтому до скорых встреч! Ребята, совсем забыл, еще есть в нашей квартире очень интересное место с общими фотографиями, пойдемте вам покажу. Ну, конечно же, рассказать могу только о своих фотографиях, потому что я знаю, в каком контексте и в каких обстоятельствах они делались. Эта фотография сделалась довольно давно, так как я спортсмен, как вы понимаете, вот на велосипеде, у меня до сих пор этот велосипед есть, к сожалению, его нету в Киеве, вот, но я как только еду домой, я сразу же первым делом сажусь на велосипед и нарезаю, у меня есть определенный маршрут по городу, и я его нарезаю несколько раз. Вот, ну, эта фотография просто, посмотрите, какой я классный. Что еще? Остальные фотографии мои там. Ну, тут еще есть Саня, Альбина, в общем-то, Карина, все, кто живут в этой квартире, на этих досках, их фотографии есть. Мой дружаня, очень классный Максим. Дальше фотография, это Лабрадор, я встречаю Лабрадора, моей подруги. Очень классная собака, очень дружелюбная, хочется так ее взять, уй, здорово-здорово, дружище. Я отдыхаю на море, мы сидим, курим кальян с девочкой. Ну, что, в принципе, по моим фотографиям это все. Могу сказать еще пару слов по Альбине. Это Альбина, кто не помнит, это Карина. Саня, очень жизнерадостный человек, который всегда приветлив и всем дарит позитив. Ну, на этой фотографии, видно, его уже все чуть-чуть достали, он решил сказать, ребята, мне не до вас. Вот, ну, Карина, конечно же, любопильная Карина. Всем дарит поцелуи, цветы и любовь. Вот, теперь я все, теперь я уже точно все закончил. И, в принципе, интересные места, к которым каким-то боком в этой квартире отношусь я, я вам показал. Про остальные комнаты и места вам расскажут непосредственно их жители. Поэтому смотрите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...